Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, что сказать, что вы молодцы, вы поступили правильно. Ситуация действительно серьезная. Неизвестно, говорит ли ваш сын правду или нет. Если он говорит неправду, то непонятно, не совсем понятно, для чего ему это сложно. Но я думаю, что ваш сын, скорее всего, запутался просто. Он не знает, как ему разрешить, может быть, какую-то свою проблему, может быть, что-то еще. В любом случае, вы сделали правильно, что прилетели к нему. Что вам следует сделать теперь? Теперь вам нужно найти своего сына и на самом деле не оставлять его в одиночестве. Вот это то, что вам реально можно сделать. Не оставлять его в одиночестве, общаться с ним, попробовать поговорить, понять, почему он так себя ведет, что им двигает, какие у него есть реальные проблемы, в общем, не позволять ему как-то либо оставаться одному сейчас на данный момент. Ну, а дальше, пока же только на самом заделе время. То есть, либо мужчине, вашему сыну, то есть, значит, либо ему нужно будет врачу показаться, либо ему нужна будет психологическая помощь. Здесь сказать вот так, вот на скидку достаточно сложно, но что-то из этого по-любому нужно будет вашему сыну. И тогда, давайте мы с вами сразу скажем так, что если вашему сыну потребуется нужна психологическая помощь, то ведь ее, эту психологическую помощь, еще нужно будет как-то принять. Вашему сыну, я имею ввиду, нужно будет ее принять. И для того, чтобы он ее принял, нужен мотив, стимул. И тогда, оперируйте тем, как вы будете жить без него. Понимаю, может быть, покажется, что это не очень приятно для вас. Понимаю, что, может быть, вам, может быть, вы скажете, что так, например, поступать не очень хорошо и что нельзя оперировать подобными моментами. Но, вы знаете, я думаю, я серьезно считаю, что вашего сына необходимо образумить. И вот, для того, чтобы его образовывать, вам и нужно оперировать теми фактами, что, мол, как вы будете, например, жить без него. И вообще, вы можете его успокоить, сказать ему, что хорошо, вы примете любое его решение, но только после того, как он расскажет вам, что с ним действительно случилось, после того, как вы убедитесь в том, что он пришел к этому выводу. Но, ну, как бы, вся, да, самостоятельность, то есть, без влияния извне негативного. Надеюсь, вы понимаете, что это будет лишь для того, чтобы молодой человек как-то расслабился немного, чтобы перестал ожидать от вас какого-то негатива, может быть, даже сопротивления, и чтобы вы смогли спокойно с ним поговорить. А дальше уже будет более понятно, что же с ним происходит. И вот, там уже многое зависит от того, что с ним действительно не так, что у него действительно произошло. Потому что, ну вот, исходя из того, что вы, например, пишете, я могу предположить, что с ним произошли какие-то негативные вещи в жизни. И он не может никак это пережить. Ну, то есть, вот, до сих пор он не может никак это пережить. И, соответственно, не имея возможности пережить подобные вещи, мужчина предпочитает уйти из жизни. Ну, мы с вами понимаем, что это не его решение как таковое. Это решение под наплывом определенных эмоций, под наплывом определенных переживаний и воспринимать его поведение как какое-то адекватное здесь я бы ни в коем случае бы не стал. Ну, а почему я, в принципе, вам уже сказал, не думаю, что имеет смысл это повторять еще раз. Итак, пожалуй, заканчивая, можно сказать, что вы поступили правильно, когда приехали к нему. Ну, теперь постарайтесь все-таки найти его, постарайтесь поговорить с ним, постарайтесь помочь ему, помочь ему преодолеть проблемы. И если нужно, задействуйте психологов, задействуйте экспертов различных, чтобы они спасли вашего сына и не позволили ему сделать какую-либо глупость. Я думаю, именно так вам можно поступить. Я думаю, что именно так вам следует сделать. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ вам. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались у вас, ко мне буду рад помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!